Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. Сегодня у нас незаменимый сюрприз-микс, мини-фигурки Лего Марвел, Бэби Сикрет Боттл Сюрпрайз, Феи Сказочной Страны, Пожарный Сэм и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с пластикового яйца Пожарный Сэм. Производитель Симба. Вкладыши нам не положили, печально. Игрушка разборная. Будем собирать. Как оказалось, собирать-то тут особо и нечего. Просто фигурка Пожарного Сэма. Правда он был без каски. Каска съемная, под ней светлые волосы. В принципе, по качеству игрушка смотрится неплохо. Руки у фигурки подвижные. В поясе вращается. И ноги тоже шевелятся. Так и голова крутится. Вернем его к каску. Каска с логотипом. На груди тоже есть эмблема. В одной руке Пожарный Сэм держит фонарик. А в другой непонятную штуку. Что это за приспособление? Кто знает, напишите в комментариях. Помимо этих инструментов, у Сэма есть много аксессуаров. Огнетушитель. Мегафон. Лопата. Аптечка. Кувалда. Топор. И две рации. Инструмент на все случаи жизни. На то он и пожарный. Шоколадный шар Чупа-Чупс. Миньоны Гривитация. Коллекции 11 игрушек. Миньончик висит на веревочке. Можно использовать как брелок. Ох, у меня такого еще нету. Зовут этого миньончика Отто. Самый маленький. Одет в желтый комбинезон. В точно таком же комбинезоне в этой коллекции еще Кевин есть. В принципе по качеству фигурка отличная. Отто стоит. Радостно поднял ручки вверх. Коробочка щенячий патруль. Шестая серия. Могучие щенки. От Спинмастера. Не помню есть ли тут вкладыш. Но так выглядит вся коллекция. Щенки-супергерои. Не опался мега щенок по имени Зума. Он спасатель на воде. Может распылять из своих лап воду. И здесь это отлично показано. Целые волны получаются. А еще в рюкзаке у Зума скрываются мега двигатели и супер серф. Зума лаборатор ретривер шоколадного оттенка. В костюме супергероя. Смотрите как классно сделана вода. Как будто кристальная. По качеству фигурка великолепная. Еще один шоколадный шар Чупа Чупс. Но теперь Том и Джерри. Том и Джерри поменьше коллекции, чем Миньоны. Всего лишь 7 игрушек. Мышенок идет с подставкой. А то без этой подставки ему будет сложно бежать. Так как он стырил на кухне апельсин. Радуется и бежит. Забавно у него мордочка искривилась. Я уже эту коллекцию успел собрать. Кто не видел обзор на эти яйца, смотрите на канале. Сюрприз бутылочки Бэби Сикрет. Здесь мы найдем какого-то младенца с аксессуарами. А всего их коллекции 6 штук. Поваренок, стильный паренек. Этот какой-то странный мальчик на индуса похож. Мальчик роллер, кошечка и единорог. Похоже, у этой бутылочки есть какой-то механизм. Чтобы понять, как он работает. А, все просто. Открываем. И видим сразу в пакете. В пакете у нас целая ванна. Или это не ванна? А туалет? Я в детских делах не очень разбираюсь. Бутылочка для воды. Резиновая. Воду набрать в нем можно. И вкладыш. Ну, все, коллекцию мы уже на бутылочке посмотрели. И здесь инструкция. Будем разбираться дальше. Что у нас тут? Туалетная комната, похоже. Покрытая кафелем. Туалетная бумага есть. Ох, не к добру все это. И второй этаж есть. Так, это что, повернуться должно. Прикольно. Все разворачивается. И здесь мы видим детскую комнату. Комод. Какая-то тумбочка стоит. О, заяц плюшевый выглядывает. Прикольно. И картина какого-то майнкрафтовского животного. А вот и наш пупс. И мне попался стильный парень. В куртке с логотипом S. Интересно, что это означает? И стильных очках. Волосики у него зализаны. Лаком, наверное, еще покрыты. Ручки у фигурки двигаются. Ножки тоже подвижные. Голова вращается. Правда, как-то с трудом. Ладно, будем еще разбираться. Что с этим младенцем можно делать? Почитал я тут инструкцию, что нужно делать с этим пупсом. И лучше бы я ее не читал. Для начала надо его напоить из бутылочки. Ну, тут-то все просто. Бутылку в рот. Надавили. Напоили. Я думаю, пупс огромный по сравнению с бутылкой. Так что лучше в него побольше водички влить. Давай, пей. Нужно узнать, мальчик это или девочка. У него на подгузниках должна появиться звездочка. Синяя или розовая. Неужели подгузник снимать надо? Эх, какое грязное это дело. Так, ну довольно плохо видно. Но все-таки... Это синяя звездочка. Не попался пацан. И остался пятый пункт. Узнать, кто он может делать. Писать или какать. Для этого воспользуемся туалетом. Садим его. И опять поим. Ну что, он сделал свои дела. И тут желтое изображение. Значит, написал. Ну спасибо, что не накакал. И еще этого пацана можно прицепить на специальное крепление. И вот так хранить. После таких грязных дел будем открывать киндер-джой динозавры. Мир юрского периода. В этой серии 8 динозавров и 16 допов. Не опался брахиозавр. Травоядный динозавр. Он достигал веса 36 тонн. И съедал в день по полторы тонны растительности. Представляете, какой гигант. На него даже хищники боялись нападать. Стоит на скрулпе от яйца. Правда, выглядит он так себе. Блекловато. Интересная новиночка от лего мини фигурок. Marvel Studios. Лимитированное издание. 12 фигурок в коллекции. Сейчас посмотрим, что тут есть. Фигурка разборная. По позе соберем. Подставка. И вкладыш. О, еще плащик завалялся. Тканевой. Кто же у нас тут есть? 12 супергероев. Из этих фигурок мне больше всего нравится Алая Ведьма, Человек-паук, Зомби-Капитан Америка и Гамора. К сожалению, мне не попался никто из тех, кого я хотел. А попался Вижен. И он маленько тут сбледнул. Я его помню более красным. За спиной у него белоснежный плащ. Вижен – это андроид, обладающий разными суперсилами. Весь принтованный. Ручки у фигурки двигаются, ножки тоже. Вместе с Виженом идет вот такой аксессуар. Ноутбук. Смотри, какие современные технологии. Прозрачный экран, прозрачная клава. И он даже закрывается. Здорово, что выпустили коллекцию с новыми персонажами. Киндер-сюрприз на Тунс. О, такой игрушки у меня еще нет. Неплохо. Все в этой коллекции 16 фигурок. К сожалению, на вкладыше этого не видно. Смотрите, какая шикарная черепашка мне попалась. Выглядит просто супер. Особенно мне нравится расцветка панциря. Здесь такие желтые черточки. А здесь такой черный панцирь, как у настоящей черепашки-ниндзя. Маленький хвостик и маленькая голова. Если на голову нажать, она ее маленько втянет. Спряталась. Правда, могли бы получше сделать. А то ход слишком маленький у черепашки. Также передние лапки тоже с желтыми крапинками. Шикарная черепаха. Даже не ожидал. Из новой серии на Тунс киндер-сюрприз у меня уже собрано 9 игрушек. Осталось найти еще 7. И у меня остался последний сюрприз в виде блестящего сверточка. Это феи сказочной страны. Первая серия. Сюрприз внутри, говорят. Сейчас проверим. Так, наверное, можно просто снять. Резиночки. Отодвинем всю сторонку, чтобы не мешало. Открыли первый слой. И здесь сразу находим вкладыш. Вот так выглядит страна волшебных фей. Красиво. А вот и сами фигурки. Розалинда, цветочная фея. Рая, фея солнечного света. Люпина, цветочная фея. Лунара, фея лунного света. Алтун, фея осени. Бриар, фея шиповника. Прикольная. Крипит, фея тумана. Кто еще тут есть? Флури, фея зимы. Ласки, фея сумерек. Августа, фея лето. И Питуния, цветочная фея. Вот такая коллекция. В твердочку прицеплены пакетики. Тут пакетик очень тоненький. Что ж там может быть? О, смотри, какие красивые наклейки. Как будто драгоценные камушки. Можно, наверное, ими будет фея украсить. О, а здесь у нас наклейка. С изображением феи. Скорее всего, она нам и попадется. Судя по снежинке у него в волосах, какая-то снежная. Больше тут ничего нет. Снимаем резиночку. И открываем следующий слой. Все слои разноцветные. Украшения со снежинкой. Но точно зимняя фея. Можно сразу её на вкладыше найти. Будут звать её Флури, и она фея зимы. Ещё одна наклейка в виде огромного камушка. Скипетр феи. Или волшебная палочка. Ну, наконец-то, добрались до сердцевинки. Открываем пластиковое яйцо. И достаем нашу красивую фею. Смотрите, какая она классная. Качество отличное. Всё хорошо прокрашено. И крылышки, смотрите, какие прозрачные. Переливаются. Мне нравится. Огромная голова в игрушке. С ещё более огромными глазками. И вся фея в синих оттенках. Потому она и зимняя. Здесь у неё какой-то поясок. С камушком. Крышки, кстати, можно погнуть. Они такие прорезиненные. Как будто фея летит. Украшим её прическу. Снежинкой. Вот так получше будет. И в руку дадим ей волшебную палку. Правда, как-то плоховато держится. Фея готова наколдовать нам зиму. Лучше бы мне какая-нибудь летняя фея попалась. И лето нам наколдовала. А то совсем скоро уже снег пойдёт. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились. Черепашка из Натунс. Вижн с ноутбуком. И зимняя фея. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пучку. Со сладостями. Субтитры сделал DimaTorzok